Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и я продолжаю вам рассказывать о разных интересных играх, которые совсем скоро должны выйти в релиз. И сегодня речь пойдёт об игре, которую презентовали на самом деле очень давно, но она каким-то образом прошла мимо меня. Я говорю о зубодробительном шутере Трипанк 2, который разрабатывается Трипанк Студиус и издаётся небезызвестный Тим 17. Вообще ситуация вокруг шутеров сейчас в наше время складывается довольно печальная. Большинство ААА-шутеров — это исключительно мультиплеерные проекты, которые, к сожалению, не радуют нас высоким качеством, как это было раньше. Постоянные факапы на старте, максимальное желание высосать побольше денег из своей аудитории с помощью игровых транзакций. Но если мы будем говорить о синглплеерных шутерах, то тут ситуация ещё грустнее, их выходит катастрофически мало. Ну вот вы сами какие можете вспомнить синглплеерные шутеры за последнее время. Мне в голову приходят только Doom Eternal и компания Halo Infinite, при этом релиз Doom состоялся аж в 2020 году, хотя его поддерживали выходом нескольких DLC. Но всё же, в Halo же снова упор был на мультиплеер, а компания совсем как-то незаметно вышла, в семье у неё всего 4000 отзывов и те смешанные. А если вспомнить компанию игр серии Call of Duty, которая проходится за 4 часа, то веселее не становится. В общем, ситуация с синглплеерными шутерами, как мне кажется, действительно печальная. Трипанк 2 нельзя назвать полноценным ААА, это скорее нишевый продукт категории B, однако это не означает, что вы получите от игры меньше удовольствия. Зато это означает, что цена на игру, скорее всего, будет сильно ниже, чем эти ваши ААА. Разрабатывается Трипанк 2 уже несколько лет, и если вы меня спросите, а что там, как была первая часть, то ответ очень простой. Её не было. Цифра 2 в названии не является номером части, и вообще, если честно, я понятия не имею, почему игра называется Трипанк, и что Трипанки это такие беспозвоночные морские животные. И причём тут они, я вообще ума не приложу, если вы вдруг знаете ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду очень благодарен. Вдохновлялась игра классическими боевиками и серии игр Fear, однако тут я публично каюсь, в Fear я не играл. Знаю эту ошибку, может быть, я на стримах её исправлю когда-нибудь, подписываться на Twitch, ссылочку в описании. Релиз игры намечен на 21 июня, то есть вот-вот уже на днях, но на данный момент в стиме доступна домоверсия, причём довольно обширная. По ней вполне можно составить первое впечатление от игры, что я, собственно, и сделал, и в этом видео я ими сейчас с вами поделюсь. За домоверсию, как всегда, от меня жесточайший респектостик, это показывает то, что разработчики уверены в своём продукте, не хотят продавать кота в мешке вам, да, они вам показывают, что они делают. Это прям всегда достойно уважения. Ну, конечно, перед тем, как мы приступим к разбору демо, я советую всем очень сильно подписаться на мой Twitch ещё раз, да, на мой Telegram-канал. На Twitch мы стримим игры различные, играем с вами, да, в Telegram я пощу игровые новости, новости, связанные с каналом, иногда просто какую-нибудь херню или даже музыку какую-то годную. Поэтому, ребята, если вы ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь. Если на мой канал вдруг не подписаны, обязательно подпишитесь, поставьте лайкосик, буду очень сильно вам благодарен. Давайте с вами задобрим алгоритмы Ютуба, которые вообще ни разу не добрые. За любую активность, лично от меня, самый жёсткий, самый сильный, самый вкусный респектост. Начинать с демоверсии, с демонстрации каких-то тёмных мрачных коридоров, видимо, некой особой тюрьмы, нашего героя катят на каталке к какому-то экрану, где ему начинают демонстрировать кадры непонятного содержания. Видимо, таким образом ему пытаются промыть мозги в духе заводного апельсина. Прекратите, прошу вас, хватит! Это грех! Демонстрация прерывается выстрелом от неизвестного нам спасителя, который, испортив дорогостоящий экран, сваливает в никуда, предоставляя нас самим себе. Ну а нашему герою, естественно, надо сбежать и разобраться, что вообще тут происходит. Игра начинает знакомить нас со своими механиками. Мы всё ещё в наручниках убегаем по тёмным коридорам, видим трупы, оставленные нашим спасителем, аппарации тем временем объявляют тревогу. Нам тут же дают подсказку, что от врагов можно прятаться в тёмных местах, то есть в этой игре есть элементы стелса. Хотя, как по мне, они особо не нужны, увидев игровой процесс, вы поймёте почему. Продолжая прятаться от врагов, пролезая по вентиляции, мы, наконец, добираемся до стола с оружием, избавляемся от наручников и получаем пистолет. Слава богу, игра подсказывает, на какую кнопку стрелять, я всё же стример мог бы и не догадаться. В общем, пройдя ещё несколько очень тёмных помещений, фонарик, кстати, в игре сразу выдают, по этому поводу можете не переживать, мы, наконец, сталкиваемся с первыми врагами, которым можем дать отпор. Больших проблем эти враги себя не представляют, не забывайте, это всё же обучение, хотя совсем уж лёгкой эту игру я называть не могу, чуть позже расскажу почему и вообще пора сложить немножечко ещё порассуждаем. Но вначале мы быстренько убиваем первых несчастных, один из них в ответ на это приветливо машет нам ножкой. И поначалу игра, если честно, не производит какого-то колоссального впечатления. Я лично подумал, ну что это за глупый шутанк, где нет даже механики прицеливания через прицел. Ну знаете, вот это вот на правую кнопку мыши. Однако, дальше больше игра начинает раскрывать свои механики и становится всё интереснее. Во-первых, тут есть механика невидимости. Нажав на Е, вы временно становитесь невидимы для своих врагов, что позволяет подобраться к ним ближе или быстро и незаметно для них сменить свою позицию. Кроме этого, у нас есть так называемый фокус, механика замедления времени. С помощью неё очень быстро можно навешивать хедшотов врагам, чувствуя себя при этом настоящим Джоном Уиком. Оружие можно подбирать с поверженных врагов, а также оно просто иногда разбросано на локациях. Одновременно нести можно всего два вида оружия, что намекает нам на то, что придётся менеджерить патроны. Ну и кроме всего этого, в игре есть подкат, который снова позволяет почувствовать себя героем боевиков. Ну и собственно, тут начинается наконец полноценный геймплей игры. Это ураганный шутер и кроме того, очень кровавый. Фокус выполняется, когда вы убиваете врагов, то есть придётся чередовать его с быстрыми перестрелками. Враги лезут отовсюду. Ритм у игры просто сумасшедший. Подкатами можно и нужно сбивать врагов. У главного героя есть стамина, которая тратится в основном на бег, но восстанавливается она достаточно быстро. То есть эта механика игра сильно не душит, слава богу. Пройдя чуть дальше, мы находим нашего спасителя, который то ли совершил сипука, то ли был убит катаной. Несмотря на то, что сюжет подаётся без обилия катсцен, очень молчаливо. Мне всё же интересно, что тут вообще происходит и хочется это выяснить. Но всё же в подобные игры мы играем не ради сюжета, давайте будем откровенны. Да, ну кто там помнит сюжет в Думу Тёрнл? Главное тут, конечно же, геймплей. Эта игра прям какой-то симулятор хайлайтов, используя замедление времени, невидимость, подкаты, разные виды оружия. Хочется расправляться с врагами красиво, чтобы чувствовать себя реально некой версией Джона Уика. Но только поначалу у меня была небольшая претензия. Все стычки происходили в коридорах, из-за этого я часто утыкался в стены. В эту боёвку прям просились какие-то арены. И да, слава богу, они в игре есть. Хотя в домоверсии их оказалось не так много, как хотелось бы. Есть просто большие помещения, где вы стали встретить с обычными врагами. Это уже значительно лучше, чем коридоры. Однако масштаба в них всё ещё не хватает. Тем не менее, в них перестрелки ещё динамичнее, да и в стены вы вырезаетесь не так часто. Бывает, что разобравшись с первыми врагами, вы получаете вторую волну, которая побольше и посильнее. Обычные болванчики дополняются ребятами в шлемах, которых с первого раза не ваншотнешь. Сначала надо снести ему шлем. Тут же, кстати, на стенах можно найти аптечки. Ну и броня ещё, да, не забывайте, она у вас есть, она выпадает с врагов или валяется где-то просто на локациях. Иногда игра прям специально загоняет тебя в очень ограниченное пространство, наполненное врагами. Вот тут, например, четыре щитовика, которых надо было обязательно для начала сбить с ног подкатами, так как щиты не простреливаются. А потом в дикой каше с ними со всеми разобраться. Также вы можете скользить им за смену, такой вариант тоже вполне приемлем. Иногда игра вновь советует тебе быть потише, выдаёт тихое оружие, советую с помощью него там погасить свет, чтобы разобраться с врагами поодиночке. Но я честно скажу вам, я так не умею. Это совсем не мой стиль игры, поэтому я обычно начинал всех расстрелить из всего, что у меня было, стараясь быстро перемещаться. Враги, кстати, довольно умные и быстро меня находили. Это, впрочем, не сильно помогало. И в самом начале игры ты чувствуешь себя прям неуязвимым. Враги разлетаются, забрызгивают кровищи всё вокруг, их прям жалко иногда как-то становится. Помимо пушек, их ещё можно гранатами закидывать, тогда от них вообще мало что остаётся. Хоть и постепенно сильных врагов становится всё больше, а слабых всё меньше, убивать их по-прежнему не очень сложно. Однако тут стоит заметить, что играл я на уровне сложности Нормал. И он был вообще ни разу не в последнем списке, так что, скорее всего, надо повышать сложность игры, если хотите ощутить действительно тяжёлые схватки. Но если вы просто после тяжёлого рабочего дня хотите расслабиться и пошмалять по дурачкам, игра и такую возможность вам предоставит на Нормале. Кстати, я так и не сказал про визуал, игра выглядит отлично и великолепно оптимизирована, что в наше время довольно-таки редкое явление. Разрушение в игре присутствует лишь частично и скорее носит декоративный характер. Освещение и цветовая гамма тоже великолепно работают. В общем, с этим аспектом у игры нет проблем вообще, как по мне, особенно для проекта подобной категории. Ко всему прочему, в игре есть некая кастомизация оружия. Прямо на локациях есть верстаки, в которых можно установить компенсаторы и лазерные прицелы. Хотя в демке кастомизация показалась мне довольно скудной, возможно, в основной игре она будет раскрыта полностью. Но даже если нет, сильно эту игру не испортит. Уверен, что весело расстреливать врагов с замедлением времени отлично можно без всяких насадок, так что тут я бы сильно не переживал. А со сложностью в игре я все не так просто на самом деле, и даже на Нормале она умудрилась заставить меня попотеть. Помните, я говорил вам про арены? Так вот, добравшись до конца уровня, я попал в довольно большое помещение, в нем была куча аптечек и брони. И тут я понял, что меня ожидает нечто веселое. Так оно и было, из лифтов по очереди на меня начали выходить враги. Первая волна, конечно же, была уничтожена сразу и без особого труда, но с каждой следующей сложность повышалась. Все больше врагов были в броне, приходилось использовать все, что было в арсенале. Все пушки, фокус, невидимость, чтобы отбежать от группы врагов или им за спиной. Гранаты, конечно же, дабы побыстрее скосить часть мощных солдафонов, а остальных расстрелять. Периодически между волнами или даже во времени их спускаться вниз за аптечками и броней. В общем, это была очень мощная, динамическая перестрелка с кучей красивых убийц, которая местами была прям на грани. А я напоминаю, что играл я на одном из самых легких уровней сложности. Но даже тут немножко вспотело. В конце вышел мощный чувак в броне и со щитом, которого заваншотить вообще было без вариантов. Тем не менее, справиться со всем этим не удалось, а боевка для меня раскрылась полностью, как очень динамичная и удобная. Остается надеяться, что подобных арен в игре будет побольше. После этой схватки я думал, что демка закончилась, но как бы не так. Разработчики не жадные совсем. Мы выходим на улицу, и нас забирает вертолет, который доставляет нас в некий комплекс. Такую базу или хаб, называть как хотите. Там можно кастомизировать оружие, пойти пострелять в тире, или же использовать специальную боевую симуляцию. В ней нам доступны три арены на выбор. И вот они вообще великолепны. Они значительно больше, некоторые многоуровневые. Там вообще полное раздолье для боевки. Именно тут я понял, что атаковать врагов можно еще и милишными атаками, добивать ударами ног и рук. В общем, это было максимально увлекательно. Поэтому я очень вам советую скачать домоверсию и попробовать разваливать там врагов. Они также появляются волнами, между ними у вас есть возможность закупить себе оружие, броню, здоровье и другие ништяки. Мне кажется, тупо на этих аренах можно провести много часов, разваливая кабины, получая удовольствие от боевки. Кроме того, они намекают, что локации в игре, скорее всего, будут разнообразные. Очень на это надеюсь. Если вы думаете, что это все, подождите, я еще не закончил. Кроме боевой симуляции, на своей базе я нашел какую-то улучшалку, которая позволяет мне брать теперь два вида оружия в руки. Они, правда, должны быть одинаковыми. Там же я нашел еще одну миссию, видимо побочную, куда сразу же и отправился. Она не была похожа на начальный уровень, и моей задачей было взломать несколько серверов. Конечно же, в это время на меня набегали волны врагов. Запустив взлом сервера, далеко от него откодить не стоит, так как тогда взлом останавливается. В общем, это снова что-то типа арены, но уже с конкретной целью. И, конечно же, это было очень весело. Враги разлетались в разные стороны, а я получал огромное удовольствие от процесса. Арена большая, при этом в ней не теряешься. Игра тебе подсказывает, если ты подходишь к какому-то северу, что вот он здесь находится, и он еще не взломан. Показывает, сколько времени осталось до конца взлома. А ты все это время продолжаешь чувствовать себя самым опасным спецназовцем, который завалил бы самого Джона Уика. Да, я знаю, что я очень много говорю про Джона Уика, но, извините, игра прям, ну, вызывает прямые ассоциации. Знаешь, на кого ты пререшь? Да. Знаю. И помимо всего этого великолепия, в игре еще и охуенный саундтрек, который отлично подчеркивает происходящее на экране. Да и сами звуки оружия и всего окружения смачные и качественные. В общем, я не знаю, если я еще вас не убедил попробовать хотя бы демоверсию этой игры, мне тут добавить нечего. Я обязательно буду в это играть, скорее всего, даже на стримах. Еще раз подписываемся на твич, щелчки в описании. Очень жду этот проект. В наше время мало хороших шутеров выходит, поэтому стоит ценить подобные проекты, как по мне. Остается надеяться, что в основной игре будет больше разнообразия. Но, опять же, демоверсия показывает, что разработчики нас, скорее всего, не подведут. Спасибо всем, кто досмотрел этот видос до конца. Не забывайте ставить пальцы вверх, да, вот этот ютуб, вот эта вся херня. Это обязательно надо тут делать, иначе я буду сосать бибу, а мне не нравится, я не люблю сосать бибу. Пишите в комментариях, что думаете про эту игру. Еще раз извиняюсь, что я очень мало уделил внимания схожестью с фир. Но я не играл в фир, поэтому мне тут просто нечего сказать, да, и эту игру я оценил так чисто саму в себе. Подписку, конечно, не забывайте. Очень надо, чтобы на меня подписывались какие-то классные люди, которым нравятся классные игры. Буду очень сильно благодарен вам. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.